Здоровое чувство юмора испытываю? Что это? Чувства, какие я испытываю? Я испытываю чувство радости глубокой. Потому что я в этот город приезжала неоднократно. Вот мы с Борей приезжали, все мы приезжали. И далеко не настолько на белом коне, чтобы нас встречало телевидение, вообще делегация и все такое. Ну, вы первый раз с группой приехали? С группой первый раз. Мы, кажется, закрустыку делали все время, да? Ну, мы бы приехали давно, если бы нас давно пригласили. Ну, пригласили, вот спасибо, очень хорошо, ура. А ты можешь познакомиться со своей группой? Ой, моя группа, вот они тут все. Вот это Остер, это Боря, это Миша, это Денис, это тоже Боря на барабанах играет. А что, вроде все, да, никого не забыли. У нас еще есть парочка человек, но они уже в Москве остались. Понятно. Дело в том, что у нас такая хорошая группа, что все хотят играть абсолютно. Да? Да, да. А у вас не только первая сольная такая, то есть, да? Да. Вы сегодня одни будете? Нет, ну, мы играли с сольнойкой, мы играли с Борей вдвоем, и далеко не так шоколадно. Не, ну, я помню, я Дебровскую программу смотрел, недавно пересматривала. А, это самое. А, кстати, вчера, да, мы были там. Да? Ну, это не так важно. Важнее, что мы приехали. У меня здесь только друзей, и я надеюсь, что сегодня придут. Вы знаете, мы сегодня будем вечером тоже с вами работать. Давайте работайте с нами. У нас такая машина ПТС есть, на месте камера будет съемка. Прекрасно. Ну, вы не светите мне ярким прожектором правым лицом, я вас спрашиваю. Правый глаз светит. Ну, вы сами потом как-то, ну, будете регулировать этот процесс, естественно. Но, может быть, мы еще вечером с вами будет время поговорить. Да, конечно, ничего. Прекрасно. Да? Ну, пока я не буду вас... У вас очень тепло. Я в Киеве вообще никогда не был, ни разу, да. А они никто... Я в Киеве первый раз, и мне всякие волшебные сказки рассказывали про этот город. И мне поэтому очень интересно посмотреть, как это в реальности выглядит. Ну, у вас вроде бы на 2-3 дня приехали, поэтому, я думаю, у тебя будет время. У нас будет агентство. Да, знаю, очень давно, поэтому благодарю тебе, что ты здесь. Я просто хочу сказать, что у нас сейчас большой подъем рок-н-ролльной жизни на Украине, поэтому вам будет, наверное, принятность, так сказать, реакцию к оптику. Главное, чтобы не попсовы. Главное, чтобы нормально. Нет, не попсовы. Очень хорошо. Ну, хорошо, ребят, я думаю, вечером мы еще поговорим с вами, ладно? Да, да, да. Ну, все. Все, замечательно. Смотрите, 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 что делать. Противник милиции Сарченко. Сарченко, 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 сарченко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 но они не были настолько солидными. Я чувствую прямо как это... А, ты смущаешься этим? Ну, как-то вот у меня берут интервью, кресло тут вообще... Где мы только не играли в Киеве. Мы играли в Переходе под Маданом Незалежности. Там всё было. Нас там милиция даже попросила пройти в 96-м году. То есть продержали нас 4 часа до отделения. Мне кажется, что каждый урок музыканта был. Ну да, ну а мы ничего не делали, мы просто играли там. Мы в своё время здесь забирали майку с Соем. Ну, так, значит, через Киев все там прошли. Игролитов здесь скрывался от Иллиса пару лет. Нет, ну с нами не до такой степени, да? Да нет, ну просто в Москве ты считаешься культовой сейчас. Мне очень не нравится слово культовой. Мне тоже не нравится, но... Это культ, это вот когда вот это вот... Совершенно... Начинается, это же противно. Ну, мне почему-то кажется, что в нём есть более какой-то такой смысл. Не тот, про который ты сейчас сказала. Более мягкий. Ну, есть, да, но всё равно оно... Секунду, Боря, посмотрите там на входе, если кто-то из наших пришёл, чтобы их там не прессовали. А после чего куча ваших придёт? Куевлян? Ну, конечно. У меня же столько других старых тут. А старых? Ну, да, со... С ними связь? Конечно. Не, ну это очень здорово слышать. Я очень надеюсь, что они смогут сюда попасть, потому что тут всё так серьёзно. Вот ребята сидят серьёзно. И хозяева тут какие-то ужасно серьёзные. Прямо даже... Ну, я надеюсь, что будет более мягкое отношение между тебя, после того, как вы будете играть. Потому что атмосфера здесь обычно была, в общем-то, хорошая. Здесь акцион выступал когда-то. Я надеюсь. Публика именно так же сидела. Вообще Киев, я хочу сказать, очень культурное место. Я... Ну, то есть, я давно ценю и сильно уважаю. У меня... Вот много очень... О, кстати, вот идёт Денис Блащинский, который нас сюда позвал. Денис, иди засветись перед камерой. Вот такой красивый, молодой, такой смелый и улыбается всё время. Это очень хорошо. Ну, куда ждёт? Он ещё не знает, что его ждёт. Меня ждёт, я знаю, что. Замечательное выступление. Одно из самых-самых любимых моих. Как? На сцене постсоветского периода, и советского в том числе. Я когда первый раз услышал «Белое лошадка», я сказал, это всё. Это то, что нужно слушать, это то, что нужно любить. И после этого, в принципе... Какой ты оптимистический чувак. Я реалистический чувак. В общем, я тут уже напил дифирамбов, Аня. Поэтому ты не оригинальный будь. В общем, я на самом деле очень рада. То есть я пока ещё немножко боюсь. Потом, может быть, если мы вдруг почему-либо хорошо сыграем, я уже перестану бояться. И тогда дальше всё будет хорошо. А так я просто... А сыграют и не хорошо, потому что это хорошее. Ну, конечно. Мы можем и плохо, если надо. Ты говоришь ещё пару вопросов таких уже. Ты говоришь, Киев – культурный город, а Москва как же? Москва очень разный город. В том числе, конечно... Ну, Москва – другой город. Из городов, в которых я бывала, разных, много очень городов. Мы играли, наверное, там, ну, там, сорока, там, в разных городах. И не играли там ещё в сотнях-двух, да? То есть Киев – такой город со старыми культурными традициями. У меня тут дедушка в университете учился там. Вот. У меня тут живёт очень мой хороший друг, с которым мы учились в этом институте, который обучил меня массе интересных вещей, поставил мне мозги на место, когда мне было 18 лет. Ну, то есть, вот Киев для меня такой город культовый, как вы выражаетесь. Ну, хорошо. А теперь про Лондон тогда. Лондон тоже ничего хорошее нет. Нет, ну ты последний альбом, кажется, там сводила. Нет, нет, это Земфира сводила. А я... Я там просто... Мы просто с Борей ездили в Лондон. И поскольку нам нужны были деньги на дорогу, мы заранее сказали нашему издателю, Олегу Каврике, что мы будем выступать у Сева Новгородцева на радио, а потом мы дадим ему альбом, и он его издаст. И чтобы он дал нам немножко денег. Он дал нам немножко денег. Мы купили билеты, поехали в Лондон, сыграли у Сева Новгородцева, отдали Каврике альбом. То есть альбом все-таки был сводил? Ну, это не сводил. Ну, это просто исполнение на BBC, да? Нет, нет. Это мы просто вдвоем на двух гитарах, как квартирничать. На BBC. На BBC. Вот у Сева Новгородцева не в студии, а, ну, в общем, как сказать? Ну, там, где у него Севооборот проходит. То есть был живой концерт на Севообороте. Опять же, народ пришел, там всякие наши друзья старые и прочие подобные. Ха-ха-ха, Миша Миронов, вот это да. Здорово. Ну, вот. Ты можешь себе представить, каких я достигла невероятных высот и красот и этих самых часов? Ну, тем не менее, народ должен знать какие-то свои герои, а героем стать, в общем-то, легко, потом к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимание, что… Привыкнуть невозможно. Да. Ну, тебя видишь, значит, ментальность такая. Я вообще с девушками очень редко говорю, потому что я не журналист, что ответил. С девушкой вообще говорить не нужно. У тебя там бестолковое занятие. Считайте, что вы говорите с артистом. Ну, вот. Я шучу, на самом деле. Нормально. Ну, мне понравилось, как ты говоришь. Ну, конечно, у меня было бы больше к тебе вопросов, но сейчас я не хочу заниматься. Ну, правильно, у меня надо еще список песен написать и вообще… Да, и вообще выступить. Да, вообще как бы как-то выступить. Спасибо большое. Мы очень постараемся. Я боюсь немножко, но я думаю, что все нормально. Не бойся, не бойся. Я точно не ожидал. Ужидал флюиды, которые, так сказать… Ну, ладно. Без боя были. Окей. Окей? Угу. Может, последние твои слова? Мои последние слова? Пошли, я тебе наш новый альбом подарю. Пойдем. Ну, пошли за альбомом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова